Мы просто вас информируем о необходимости перед началом печного отопления производить уборку и осмотр печи. В этот дом тепло приходит по собственному желанию. Хозяева не ждут, когда по всему городу дадут отопление. Просто подбрасывают в печку уголь. Гамлет Бархударов живет в этом доме на Ленинградской с 96-го года. За печкой своей следит и от помощи управляющей компании не отказывается. Однако альтернатива с печным отоплением разбирается своеобразно. Починили на копейку, списали рубль. Проблемы были, но я сделал сам, заштукатурил. А какие трещины они сделали. Видел потом смету, в смете было перебрать полностью печь, они этого не сделали. И не обещали? Да это было год-четыре назад, может. Печки халатности не прощают. 40 пожаров в домах с печным отоплением произошли в Самаре с начала года. Всего в областном центре почти 900 зданий, где жители отапливаются дровами или углем. В основном в Самарском и Железнодорожном районах. В отличие от управляющих компаний, сотрудники МЧС не сидят на печи. Совместно с Российским Союзом спасателей регулярно проводят рейды по домам с печным отоплением. Рассказывают жителям, как создать теплую атмосферу и не сгореть. В основном это перекаливание печи. Топка печи должна через определенное время приостанавливаться. Люди у нас, чем больше дров, тем лучше. И не останавливают процесс отопления и происходит возгорание. Гамлету Бархудару у сотрудники МЧС предписали положить у печки куврик из несгораемого материала, чтобы из искры не разгорелось пламя. Если в случае повторной проверки нарушения сохранится, мужчине может грозить штраф от 1000 до 1500 рублей. Мария Иваткина, Валерия Квасневская, Алексей Золотенков. События.